Магия кино Насколько усложнились темы, которые поднимаются в этих, напомню, любительских фильмах. И насколько повысится профессионализм. Партнеры фестиваля подготовили для участников специальные подарки. Так благотворительный фонд «Счастье жизни» совместно с гипермаркетом «Метро» вручил призы за лучший анимационный фильм. Ирина Гайворонская отметила высокую нравственную окраску работ. Сейчас у нас принимаются разные законы. И эти законы направлены на то, чтобы нивелировать последствия невоспитанности, к сожалению, наших девочек, наших мальчиков. Но мы, к сожалению, не искореняем первопричину. Вот этот вот мультик маленькой семилетней девочки отражает наши традиционные семейные ценности, наши исторические события, традиции, то, чем силен наш многонациональный российский народ. Шоу-группа Народного молодежного театра «Крылья» под руководством Ольги Кобецкой представила программу, посвященную шедеврам советского и российского кинематографа, которая стала настоящим украшением вечера. Фестиваль проходил по семи номинациям. Игровое кино, хроникально-документальный, научно-популярный, учебный, анимационный фильмы, репортаж и музыкальный видеоклип. Примечательно, что участвовали начинающие кинематографисты со всей России. Все участники получили дипломы, а гран-при завоевал фильм «Голос за безгласных» режиссера из Ростова-на-Дону Анны Барсуковой. Свою работу она посвятила теме борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных людей. Все-таки можно что-то изменить в нашем мире. И делая такие маленькие шаги, как сделала я, маленький фильм – это всего лишь капля в море, но сознание людей меняется вокруг меня. Сколько людей вокруг меня было, теперь все знают, что такое ВИЧ, что такое СПИД, почему эти люди не опасны для окружающих. И таким образом получается, что я изменила довольно-таки много людей вокруг себя. Надеюсь, что их будет все больше и больше. Общая атмосфера, прекрасные ведущие, интересные гости, масса сюрпризов и возможность познакомиться с новыми киноработами превратили фестиваль в настоящий праздник. После церемонии награждения всех номинантов зрители смогли посмотреть победившую работу. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».